Здравствуйте! В эфире телеканал Вайтон ТВ, программа «Черным по белому». В студии ведущий Александр Гурарье и на связи с нашей студией Цви Маген, политолог, дипломат Экспосов Израиля в России и Украине. Цви, добрый вечер! Добрый вечер! Я бы хотел первую часть нашей программы начать с события, которое произошло вчера. Историческая встреча в немецком, как ее назвали, Рамштайне на военной базе США. Сформировалась новая проукраинская коалиция. 40 стран договорились координировать военную помощь Киеву для отражения российской агрессии, сообщает израильский портал Детали. Как это повлияет на ход войны? Что это такое за коалиция? И было ли что-то подобное в недалеком прошлом? Чтобы вот так 40 стран собирались, 40 министров и приходили к какому-то единодушному мнению? Подобное в принципе было там в виде премьера или укажу в виде премьера на, скажем, противостояние с ИГИЛ. Там было больше 60 государств, которые там сотрудничали в этом непростом проекте. Но в данном случае на ваш первый вопрос, по-моему, это ничего не изменит, потому что они все равно уже все там. Я имею в виду все эти страны, которые так или иначе содействуют Украине или там кооперируют между собой по этому вопросу в противостоянии России. Но то, что они собрались и заявили о себе, не меняет в принципе каких-то там конкретных фактов. Так что, ну да, но в политическом пространстве это, да, поддержка, это, да, заявление о себе, это нажим на Урусилу. И в этом контексте это, да, значимо. А что касается решений, которые были приняты, то есть является ли это каким-то прорывом или ничего особенного? Ну, там не было никаких оперативных решений. В принципе, решения были противостоять, параллельно шли в виде давления, или рычагового давления, угрозы, что вот не допустим, не дадим, сдержим. Но в принципе, кроме того, что будут поставки вооружения, о которых уже в принципе договорились до этого, там ничего конкретного не было. Да, будут поставки вооружений, те или иные виды. Ни одно из этих государств не будет принимать непосредственного участия в этой войне, в смысле непосредственном воевом контакте с российской армией. Но они будут поддерживать в той или иной мере, и все еще впереди, потому что если нечто там изменится, как говорится, в украинском пространстве, то вопрос будет пересмотрен о присутствии или не присутствии тех или иных, скажем, участников. Но в принципе, речь идет сейчас о поддержке материальном, техническом программе вооружения и так далее, не более того, пока. Что касается вооружений, в последнее время поступает сообщение, что изменилась структура вооружений, которые поставляют или обещают поставить Украине. То есть, если раньше речь шла чисто о чем-то мелком, то теперь это и БТРы, и гаубицы, и ракеты и так далее, так далее, так далее. То есть, ощущение, что западные страны с некоторым удивлением обнаружили, что Украина до сих пор сопротивляется. Я не уверен, что они все удивлены. Да, Украина требует эти виды вооружений с самого начала. Но тут, наверное, учитывая тот факт, что после двух месяцев противостояния или непосредственно боевого контакта с российской армией, у Украины очень непростые потери. И надо ее поддержать. Тем более, что все эти страны, в любом случае, коллективный Запад, как его россияне называют, заинтересованы в поддержке, не просто в поддержке ради морального, скажем, удовлетворения, а речь идет о противостоянии России, сдерживании России, давлении на Россию, не дать России возможность завершить победоносную войну и так далее. И для этого нужны те или иные возможности для украинской армии, которые она, в конце концов, частично растратила. Поэтому тут не просто поддержка, а тут возможность дать Украине продолжить это противостояние. Ну, сейчас все больше поднимаются вопросов о том, как завершить этот конфликт. То есть война идет, война идет уже два месяца, и стороны подумают о том, как это можно завершить. Причем наверняка думают об этом не только на Западе, но и в России тоже, потому что ситуация заходит в какой-то тупик. На ваш взгляд, что бы могло удовлетворить Путина в плане победы, которую можно будет представить своему избирателю, своим гражданам и таким образом закруглить эту операцию? Ну, это сложный вопрос, тут несколько вопросов, поэтому я попытаюсь по порядку. В принципе, идут параллельно несколько процессов. Во-первых, продолжается и реализуется сейчас российское наступление, второй этап, то, что называют. Его можно описать на данном этапе как не очень и не слишком удовлетворительным, потому что более недели оно уже продвигается. В смысле, оно реализуется, но не продвигается, потому что в конце концов, с попутной войска мало чего добились действительно. Да, идут, наносятся удары в глубине украинской территории, артиллерийские, ракетные, воздушные и так далее, но в принципе эффекта пока не добились. Да, пытаются, россияне пытаются, во всяком случае, достичь на данном этапе, скажем, захвата всей Южной Украины, Черноморского побережья, включительно до Одессы. Есть такие, которые утверждают, до Приднестровья, фактически, если это получится, это их, по-моему, удовлетворит. Хотя не обязательно, потому что обещают войну до победного конца, и у времени сейчас нет никакого фактора. Фактор времени не давит на Россию, не решает для нее. Параллельно идут несколько процессов. Один мы уже описали, да, есть какое-то коллективное, скажем, ополчение за коллективного же Запада, с одной стороны. Но с другой стороны, там где-то идет подковерная, скажем, не скажу возня, но идет какая-то там разборка, касающаяся продолжения переговорного процесса. Есть тут разные высказывания, разные действительно высокопоставленные лица встречаются с разными главными государствами. Например, генсек ООН встретился, был в Москве, встречался с Путиным, с Лавровым, конечно. Был в Киеве, он сейчас в Киеве, по-моему. И пытается что-то там реализовать или предложить, посредничать. Напоминаю, что Турция очень нервничает по этому вопросу. Ее отодвинули, она не желает, скажем, этого статуса, она хочет вернуться. Да, вообще какая-то чехарда посредников. То появился наш Беннет там, по Шустрилу побегал, то появился Абрамович. То есть, каждый там, ну, про Макрона я уже вообще молчал. Ну, процесс идет. Это к тому, что и было высказывание Лаврова, что да, пока еще переговорной процесс существует. Хочу напомнить, что были высказывания, что якобы было предложение со стороны Израиля предоставить, скажем, израильскую площадку для переговорного процесса, для встречи лидеров. Но все это совместно, у этого есть общий знаменатель, что да, есть попытки реализовать какие-то там, скажем, продвижения в переговорном процессе. Не исключено, что он существует параллельно с российским, скажем, наступлением. И все будет результатом, или, скажем, это кончится, соответственно, результатом на месте. Если получится серьезное достижение территориального толка и у России будут те или иные, скажем, рычаги давления на Украину, она сможет заявить, что все, победа и так далее. Если нет, то переговорный процесс у них, скажется, в боевой готовности его можно реализовать каждую отдельно взятую минуту. Поэтому оба процесса существуют. А чем это кончится, нам пока знать не дано, а можем предполагать. Ну, кстати, вот если говорить о том, что, допустим, вот эти успехи, вот эти цели, которые вы сейчас обрисовали, будут достигнуты, будет отшлен коридор, и Путин объявит о победе, как бы, да, и как бы будет готов к переговорам. Тем более, что вы говорите, переговорный процесс как бы вяло, вяло текущий он все-таки идет, какие-то контакты продолжаются. А вопрос следующий, а пойдет ли на это Зеленский? Потому что у него, как бы, тоже есть свой электорат, у него есть, как бы, свои принципы, которыми он не может поступиться, не потому что он такой крутой, а потому что ему это не позволит. Его публика, его электорат, его парламент. Что тогда? Ну, эти, да, мы знаем об этих заявлениях, но в следующем случае есть какие-то там реалии в Украине тоже. В конце концов, два месяца идет непростая борьба с очень серьезным противником, много потерь, много жертв, много разрушений. И, в конце концов, Украина может выдохнуться в этом противостоянии, поэтому все эти патриотические высказания при всем уважении к ним, они, в конце концов, должны сочетаться с каким-то реалием. Поэтому не исключено, что на определенном этапе Украина согласится с теми или иными предложениями, но на данном этапе она пока пытается сдержать натиски, она пытается в какой-то мере, я не скажу, добиться полной победы, но все же выстоит. И не исключено, что она сможет это сделать не потому, что хочет или не хочет тот или иной политический, скажем, политическая группа в Украине, а еще к этому следует добавить, кроме самих украинцев, этот коллективный Запад, который за этим стоит и поддерживает Украину и предпочитает, во всяком случае, чтобы на данном этапе эта борьба вряд ли все продолжалась. Это в той или иной мере создает тот эффект, ради которого следует все это учесть, и американцы это высказывают. Недавно, как, по-моему, позавчера американский министр обороны высказался, что следует, скажем, ослабить Россию, довести до определенного, скажем, до падения даже, я бы сказал. Беда не сказал в несколько раз, поэтому, как они этого достигнут, если они не вмешиваются в борьбу, они поддерживают украинцев и надеются, что украинцы не сдадут позиции, и России придется или уйти, или, во всяком случае, ослабить натиск и договориться в той или иной мере о каких-то там, скажем, результатах. По-моему, это реально. Но пока еще рано осадить. То есть борьба будет вестись до последнего украинца? Ну да, потому что мы давно об этом знаем, да, так оно и будет. Но украинцы пока держатся, что же. Цвинь, могу не задать вопрос по поводу Приднестровья. Вот эти вот, как бы, террористические акты, о которых сейчас говорили, которые прошли в Приднестровье, обстрелы и так далее, и так далее. Что это значит, на ваш взгляд, к чему готовит общественное мнение? Приднестровье — это непростой участок. Есть разное мнение, что я хочу напомнить зрителям, что те, которые не в курсе, что это так или иначе под контролем России, там присутствуют российские вооруженные силы. Но формально это территория Молдовы. Хотя, да, исторически, формально и так далее, но там присутствуют российские вооруженные силы. И речь идет о том, скажем, территориальный выход, коридор вдоль Черноморского побережья до Приднестровья. Тем самым, в конце концов, какие-то там эффективные достижения с одной стороны. С другой стороны, у Молдовы тоже есть мнение по этому поводу. И в последнее время там идет обмен мнениями давления друг на друга и давят на Молдову в этом отношении. И Молдова тоже ощущает какие-то там, скажем, проблематичные, скажем, ощущения у нее по отношению к российским планам. И поэтому тут речь идет не только о молдаванах. Это следует учесть, что при том, что здесь присутствует Румыния тоже, которая, между прочим, является членом НАТО. У Молдовы и Румынии есть какие-то там взаимопонимания, договоренности, и они обмениваются мнением по этому поводу. Поэтому давление на Приднестровье в контексте Молдовы получается совсем другой, скажем, эффект. Речь идет именно об этом. Да или нет, оказать давление на Молдову, этим самым оказывая давление и на Украину, и на Запад, и на Румынию, через нее на НАТО. В этом отношении именно это имеется в виду. Хотя были высказывания, что Молдова это наш российский следующий этап. Я бы подверг это сомнению, но именно в этом контексте, что я уже сказал, да, есть какие-то там разборки. Поэтому готовят общественное мнение в том плане, что не исключено, что придется разрабатывать этот участок и проводить ту или иную операцию. По-моему, еще рано судить, потому что это будет результатом того или иного, скажем, эффекта или достижения. То есть, если не получится достигнуть каких-то серьезных, таких значимых успехов на Украине, успехов, которые можно будет предъявить и объяснить, что вот эта победа, вот эта та самая победа, ради которой мы положили столько людей, ради которой мы воевали, то следующим этапом может быть Молдова, которая, в общем-то, Приднестровье в частности, которая может явиться гораздо более легкой добычей. Потому что Молдова, я не знаю, там армия в Молдове, она, конечно, существует формально, но понятно, что она никакого сопротивления оказать не сможет при, так сказать, при воздействии. Вопрос, впишется ли Румыния? Ну, это основной вопрос здесь. Румыния, во всяком случае, намекает, что да. И Молдаване тоже намекают, что без Румынии. Молдаване надеются, что она впишется. Ну, говорю, намекают. Но с точки зрения, извините, но с точки зрения устава НАТО, если на Румынию непосредственно не было совершено нападение, то НАТО как бы не вписывается в эту историю? Ну, тут комплекс, скажем, вопросов, касающихся НАТО. Во-первых, непосредственно уже Румыния-Молдова, во-вторых, естественно, как то, что называется, пятый пункт устава НАТО, это о том, что Румыния, будучи членом НАТО, обязывает всех членов вступить в это противостояние. И тут вообще идет очень непростой обмен мнений между НАТО или коллективным Западом и Россией, в котором в этом обмене мнений упоминают разные, например, философские понятия типа Третьей мировой войны или вообще мировой войны. Ну, Лавров сейчас сказал, что возможно Третья мировая война. Все это упоминается, и это и есть, и в той или иной мере какие-то там рычаги давления, влияния и так далее. И в этом контексте тоже, поэтому в сочетании, скажем, мировой войны, оружия массового, так сказать, поражения, и непосредственно конфликт с НАТО, то весь этот комплекс так или иначе должен воздействовать на Россию и сдержать ее намерения, если таковые имеются. Но это уже отдельный будущий вопрос. На данном этапе, если у России получится достичь этого коридора вдоль Черноморского побережья, включая Одессу, то это будет очень серьезное достижение для нее, и она сложно сказать, что да, цели достигнуты, хотя еще, конечно, не вечер, и можно еще ввиду этих достижений продолжить этот конфликт. Россия заявляет, что она готова, она в состоянии непосредственно в состоянии президента тоже, что она никуда не спешит, она в состоянии продолжить этот конфликт, эту войну еще очень длительное время, у нее есть возможности, ресурсы и все, что с этим связано. Ну, это вопрос, как на это реагировать параллельно, идут все эти процессы вместе, поэтому очень сложно суммировать и сказать, что будет именно так, а не иначе. Но на то война, да. Ну и последний вопрос в этом разделе, так сказать, короткий вопрос, короткий ответ. Верите ли вы в возможность применения тактического ядерного оружия? Если очень коротко, нет. А если сложно, то не верю. Это нереально. Нет такого понятия. В тот момент, когда задействовано то или иное ядерное оружие, даже тактическое, даже очень ограниченное, это открывает совершенно другой вещь к Пандорой. Это уже мировой конфликт. Поэтому его не будет, не может. Ни из-за Украины, ни из-за... Цвин, ну когда говорили о возможности вторжения России, то есть практически все говорили, что нет. Это уже совершенно другой вещь. Я сейчас говорю, на данном этапе, в этом конфликте это нереально. Если пойдет непосредственно противостояние НАТО с Россией, то да, естественно, это и есть мировая война. Как говорится, это мировое противостояние, речь идет о глобальном ядерном конфликте. Об этом идет речь, ни о чем другом. А дойдут ли до этого, это отдельный вопрос. На данном этапе это нереально. То есть до тех пор, пока в конфликт не вступили западные страны, то есть не вступила НАТО, применение тактического ядерного оружия нецелесообразно? Совершенно верно. Я хочу напомнить, если уже забыли, несмотря на все эти заявления, и все эти сборы, конференции и так далее, до данного момента НАТО не участвует в этих операциях, в этом противостоянии и подчеркиваю, что она не намерена вступать в конфликт с Россией. Кроме поддержки Украины. А как же обещанные бомбежки конвоев с оружием, которые несколько раз озвучил Лавров и Шойгу? То есть при таком варианте они не могут? Это составное противостояние или войны с Украиной. Конвои оружия, которые идут в Украину и находятся в Украине, они в том мере направлены против России. Так они это представляют. Я могу привести еще, например, из других регионов, где это реализуется. Окей. Спасибо. Спасибо большое, Цви. Спасибо. Я напоминаю, что мы беседовали с Цви Магеном, политологом, дипломатом, экс-послом Израиля в России и Украине. Первым послом Израиля в Украине. На этом первая часть нашей программы подошла к концу. В следующей части я бы хотел поговорить о ядерной сделке Ирана и о том, как Израиль будет противостоять вот этой заключенной, а точнее незаключенной сделке. Оставайтесь с нами.